доброе утро я уже покушала обычной овсянкой обычно у меня это две ложки овсянки так как я поела рано мне однозначно через какое-то время захочется снова кушать и что же я буду кушать наверное вчерашние приготовленные шаур мятинки потому что одну вчера я съела и одну сегодня наверное доем с утреца чтобы это потом согнать все кстати вчера я так и не занималась профилонила принципе это результат на лицо ничего не изменилось в весе в объемах я как чувствовала себя вот такой вот бочкой так и чувствую поэтому делаю вывод при любой возможности нужно заниматься у меня всегда если я откладываю это на потом то однозначно я ничего не сделаю и здесь уже не всегда играет роль лень краб желудка на связи пока я тут сидела монтировала видос новый поснимала тут кое-какие нужные моменты короче у меня разыгрался аппетит у меня так кстати всегда когда я занята каким-то делом мне сразу хочется есть вы просто не представляете как я сейчас борюсь у меня есть вкусный горох замороженный который я обожаю также рыба у меня есть начос я сейчас борюсь с тем чтобы просто не пойти и не обожраться этого всего только недавно в принципе это поела мне бы неплохо было бы сейчас позаниматься но не прям сейчас через где-то минут двадцать полчаса но у меня большое желание вот сожрать какую-нибудь гадость и это вот моя беда я съела короче только что горох мы слушайте у меня такая печаль короче я взяла и съела почти всю рыбу потом депрессия а потом печаль какая-то откуда она может взяться конечно короче сегодня провинилась я сегодня не занималась чай просто вот блин что не на есть печаль привет от жирухи новый день и новые страдания но для кого-то это глупо звучит для меня это короче вчера у меня была депрессуха я даже всплакнула немного и нужно что-то с этим делать я пришла к выводу что не нужно покупать всякие вкусности всякую вот эту билиберду потому что мы берем иногда а вдруг захочется на самом деле это все лежит потом и мозолит глаз сегодня я кстати не захотела ни кашу не омлет какой-нибудь я решила попробовать творог он лежал и никто его не ел у нас в общем я сделала его с медом и все больше без ничего потому что у нас больше ничего нет орехи я с медом съела еще вчера короче я вчера ела все что только можно было это были орехи с медом причем это было все вечером это была рыба соленая это были начос горох да я недовольна собой я я знаю что я виновата в этом и я знаю что нужно останавливать себя что нужно бороться именно со своим вот этим вот перееданием со своим жором я борюсь и это очень сложно короче когда ты свой желудок уже растянул и организм привык получать то количество еды которое получал всегда это вот так вот а сейчас ты хочешь ему давать хотя бы вот так вот то организм уже понимает что его хотят обмануть какую бы здоровую пищу я не ела как бы я нормально не питалась все равно организм требует иногда сожрать гадость да вы наверное даже раньше не знали как обстоят дела у человека который все время улыбается на камеру это конечно все мелочь я вам рассказываю свои переживания озвучиваю свои тараканы в голове это имеет место быть и я уверена что такое даже и у мужчин бывает у которых лишний вес в общем я пошла кушать всем приятного вы все правильно поняли доброе утро с волосами я уже позавтракала два часа назад наверное овсянкой как обычно сейчас у меня будет рыбка хлеб и просто яичко со сметаной и луком зеленым у нас идет снег сейчас на улице я думаю попозже наверно выбраться решила как-то последнее время развеется что ли то какие-то свои обыденные дела не приводят меня в чувство я еще больше просто начинаю себя грызть поэтому я решила каждый раз выбираться на улицу холодно не холодно куда-нибудь ходить находить новые места что-нибудь где-нибудь смотреть все все таки заставила себя выйти и как же здесь круто я короче сегодня молодец я не слишком употребляла злую зловредную пищу вечеру я поела фрукты все окей поэтому чувствую себя сейчас более-менее нормально надеюсь так будет продолжаться сейчас пью молоко занимаюсь всякими своими делами настроение сегодня супер за счет того что я просто пошла на улицу даже просто не ожидала что поднимется настроение все как-то было легко непринужденно я не думала о том какие мне там килограммы вообще ни о чем не задумывалась так и буду наверно продолжать делать не обращайте внимание у меня здесь зоверакс я кстати ему вывожу прыщи последнее время и неплохо так знаете помогает я просто надеюсь что наконец-таки переборю это состояние последние несколько дней я стараюсь стараюсь по максимуму есть именно то что нужно то что приемлемо короче у меня куча мысли у меня куча негатива к себе многие блогеры также как и многие люди не говорят всей правды никто вам не скажет как тяжело было и как они это переживали как они с этим боролись и честно мне иногда именно этого как раз таки и не хватало в видео всяких фитоняшек всяких блогеров которые о своем похудении преображение рассказывают это как своего рода пластическая операция нужно что-то отрезать чтобы стать лучше поэтому реально нужно победить пережить этот барьер который для вас привычен и поэтому сейчас тяжело это все это всего делаю только для себя чтобы привести себя в порядок не быть худышкой и не красоваться а просто я чувствую себя так даже комфортно я знаю что этот вес который у меня сейчас у меня кстати сейчас 53 килограмма вес это не мой вес мой вес реально это сорок семь килограмм сорок восемь сорок семь сорок восемь это такое вот худоватое состояние для меня поэтому 50 это потолок и вот эти вот два три килограмма они для меня сейчас очень болезненные и хочется их скинуть я вам просто рассказываю свои переживания и об этом думают все поверьте мне об этом думают и супер-пупер блогеры и не супер-пупер да и те же парни думают об этом это насущная такая тема я надеюсь у вас такой проблемы нет и вы может быть переживаете это лучше и посоветуйте что-нибудь как вы это переживаете как вы себя приводите в чувства